Продолжение следует... Здесь находится и премьер-министр, которого мы сейчас слышали. Я хочу сказать вам, что на встречах с ним я поняла, что у Молдовы есть право на существование, есть замечательные люди, которые сделают все для того, чтобы эта страна только развивалась и становилась все краше и значимее. Замечательный тот факт, что эти концерты, дни культуры, молдавской культуры будут происходить тогда, когда мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. В ходе этого визита я хочу с вами поделиться, что у нас были очень хорошие встречи, мы провели очень хорошие беседы, и хочу за это поблагодарить те официальные лица, премьер-министра Нетаньяху, за то, что приняли нас так хорошо, с уважением и тепло. И была возможность обсудить те вопросы, которые накопились за последнее время. И я уверяю, что мы вместе нашли и решения, и ответы на все эти вопросы. Павел Филипп напомнил о важном вкладе целого ряда известных деятелей, имеющих молдавские корни в создании и развитии государства Израиль. Очень многие видные евреи, которые уехали из республики Молдова и установились на свою историческую родину, здесь, в государство Израиль, и сделали очень многое для развития этой страны. Мы гордимся им. В то же время, конечно, я должен быть честным с вами и сказать, что сожалеем, что уехали из нашей страны, потому что Молдова сейчас как никогда нуждается в качественных, талантливых, трудоспособных, профессиональных людей. Как отметил глава Кабинета Министров, символично, что Дни культуры Молдовы открылись выступлением знаменитого национального академического ансамбля народного танца Республики Молдова «ЖОК», настоящего посланника искусства и культуры нашего народа за рубежом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова